Сегодня в нашей студии обаятельный мужчина, харизматичный артист, автор многих песен и Ракли. Привет! Привет! А вот для тебя быть артистом это все же призвание или профессия? Ну я не думаю, что это опровергающие какие-то друг друга вещи, потому что я с самого детства находился в музыке, с самого детства пел. А какие у тебя еще таланты? То, что мы видим. Вышивать имею, крестиком. И если бы я не ушел в музыку, не исключая того, что из меня получился бы профессиональный футболист. Я слышала, что ты недавно проводил благотворительный футбольный матч. Этот благотворительный матч проходил в Грузии. Я собрал всех своих друзей, которые легендарные футболисты, и мы поехали в деревенскую школу играть с детишками в футбол. Там были также дети из детских домов. В декабре я также планирую выезды футбольно-музыкальные, тоже подмосковные детские дома уже с нашими российскими также футболистами. У меня много друзей среди футболистов. И как-то в детском доме мне сказали, а Юра Жиркова знаете? Я говорю, да, знаю. А можете его привести? Действительно, ты абсолютно другое настроение имеешь, просто делаешь что-то такое доброе и бескорыстное. А со своими детьми в футбол играешь? Конечно. Они занимаются в футбольной школе, да. Ираклий, ты в прекрасной спортивной форме. Сколько ты времени проводишь в спортзале? Я очень люблю спорт и всю жизнь занимаюсь футболом. Но сейчас пальму первенства перехватил с серфингом. Я уже лет 8 как занимаюсь серфингом. Даже вот скоро выйдет новый клип, куда попадут кадры того, как я серфил. Ну, это там обоснованно, не то чтобы. Уникальное занятие, потому что в этот момент, во время занятия серфингом, когда находишься на волне, часто приходит очень крутое вдохновение. Допустим, мелодию песни «Вокруг земли» и слова я придумал именно на волне. Я сразу поплыл в сторону берега к мобильному телефону записать на диктофон. Скажи, а как твои дети относятся к тому, что у них папа знаменитая личность? Они гордятся, конечно, это очень приятно. Но я не забуду никогда, когда Илюша был маленький, и я его впервые взял на свой концерт. И он увидел внимание людей, и он даже немножечко приревновал, потому что он так любит папу, он папин сын. И когда увидел, что папе хлопает, и папе подпевает под его любимую песню «Я тебя люблю», он пытался докричаться на меня «Папа, уходи! Папа, не надо!» Потому что он чувствовал, что папа только его. Ну а что насчет того, чтобы один из твоих сыновей продолжил, может быть, твое дело? Я все-таки придерживаюсь мнения, что работа или же хобби, это же, ну, в первую очередь, нравится. Нельзя делать через, там, заставление, через палку. Старший Илья интересуется даже робототехникой. Если кто-то из них выберет музыку, я и это буду приветствовать, максимально помогу и своим опытом поделюсь. Ты недавно выпустил клип, называется он онлайн. Друзья, для вас клип на песню онлайн. Хорошего просмотра. Расскажи, как появилась эта песня? Песня онлайн мне сразу понравилась. Она, наверное, такое олицетворение позитива, добра, любви. А я, как бы, вот такой, наверное, человек, который пропагандирует именно это. Как снимали клип? Визуализация сразу в голове возникла относительно того, о чем должен быть видеоклип. Мы смешали такой, скажем так, формат, как пранк и классический видеоклип. И сделали художественный пранк, который вот телезрители могут увидеть в этой видеоработе. А вот тот юный молодой человек, который появляется в самом начале клипа, не сын ли это твой? Сын это мой, да, младший Александр. Расскажи, почему ты решил снять его в своем клипе? Ну, дело в том, что в сюжете этого клипа была роль маленького мальчика и, соответственно, его мамы. А так как Саша подошел ко мне как-то и сказал, что пап, Илюшик снимался у тебя в клипе на песню «Осень». Снимай меня тоже. И я сказал, конечно, сынок, сниму. Настал этот момент, я ему сказал, ты будешь сниматься? Да. Прямо во время на съемочной площадке. Он сказал, пап, я не хочу. Я стесняюсь. Малыш, хорошо. Если ты не хочешь, то не надо. Я сейчас всех отменю, разгоню, не волнуйся. То есть не хочешь, мы не будем сниматься. Ну, просто жалко, что Илюшик снимался уже в клипе. Хочешь, ты попробуй. Если тебе не понравится, то мы это дело отменим. Пап, хорошо. Вот так попробуй. В результате ему понравилось, и вот он, слава богу, попал в клип. Кого ты пригласил в качестве режиссера? Режиссер Катя Санникова. Мне очень удобно с ней работать, комфортабельно. Те идеи, которые я придумываю, она дорабатывает. И мы в таком тандеме работаем. Поделись своими творческими планами. В скором времени выйдет новая видеоработа на песню «Снег», которую я снимал в Грузии, снимал причем несколько лет, в абсолютно эксклюзивных местах, в Высокогорье, на высоте 3100 метров над уровнем моря, где было сложно дышать, сложно ходить. Там было холодно, невероятно. Та красота, которая в этом видеоклипе, она, наверное, стоила того, стоила этой работы. В декабре будет ряд благотворительных концертов по детским домам Подмосковья, помимо каких-то официальных концертов в разных городах, в том числе и в Москве. Херакли, спасибо тебе большое за то, что пришло к нам в студию. Желаю тебе успехов. Ждем альбом, песни, клипы. И удачи тебе на твоих благотворительных концертах. Спасибо.